Девушки отдыхают На всякие локомотивы И выносим свою авторитетную Скрипучую диванную оценку В прошлый раз на обзоре был Уважаемый ВЛ-60 А сегодня Мадимео хочет порадовать нас Тепловозом ЧМ-3 Почтеннейшей публике Нет никакой нужды представлять этот локомотив Все видели ЧМ-3 Многие бывали в ЧМ-3 А некоторые даже хотели сами стать ЧМ-3 Как говорится Психотерапевт в помощь Наша задача в этом ролике Найти искомый тепловоз Раскупорить его и оборзеть В смысле оборзеть он Поэтому тарам И вот она коробочка Коробочка от Мадимео Где должен быть тепловоз серии ЧМ-3 Сейчас мы его распакуем И посмотрим что там внутри И вот он С рельсами даже Нифига себе вижу рельсы Так народ Давайте сначала рельсы Офигеть Смотрите как классно На той рельсы Потестим Так рельсы И вот он ЧМ-3 Друзья мои Я его вообще в руках не держал Вместе с вами первый раз смотрю Офигеть ЧМ-3 Так Ну что чмуха Журнал там все как полагается И И вот еще там Картоночка Можно из нее сделать Какой-нибудь Так Спасибо Итак друзья Распаковка завершена Мы выставили специальный свет Ну чтобы было более лампово В нашу комплектацию входят Журлик Открытка Рельсы И наконец Гвоздь программы Тепловоз серии ЧМ-3 Как обычно Ночным обзор С печатной продукцией Тарам Первый на арену выходит Вот эта открытка Что мы имеем Во-первых Виден тепловоз Гвоздь программы ЧМ-3 2049 С бочечками Которые Скорее всего Вытягивают их С парка Формирования На отправление Светофором 216 Вон тут вагонники Ходят Еще один тепловоз Стоит Только уже Почему-то у него нет Сигнальных полосок Как вот здесь Участок Электрифицирован Постоянным током Вон видно Две тарелки Изоляторов Здесь 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 Две тарелки Вон Ну станция Понятно Большая Рост М-216 Конечно Это очень большая Станция И тепловоз тут Работают Вот видишь Не один Даже несколько машин Кстати о птицах Почему у него Горят два буферных Фонаря Два фонаря Это значит Машина едет Боездным порядком Но предполагается Он вытаскивает Как маневровый Тепловоз Маневровым порядком Потом оцепляется Завершает уже Поездной электровоз А тут Получается Скорее всего Тепловоз Уже значит Прицепился И вместо Электровоза Поездного Или тепловоза Поездного Да Магистрального Поедет Маневровый Тепловоз С поездным порядком Какой-то Кринж от художника Художник решил Нас патрулить Смотрите Время года Лето Так А этот Молодой человек В зимней шапке Ходит И улыбается Ай-яй-яй-яй Смотрите Друзья Здесь же нет Даже рукава Тормозной магистрали И как же Не собрались Ехать поездным порядком Очень подозрительный Тепловоз Ладно Это шутка Конечно Сзади Смотрите Что мы тут имеем То же самое Только в виде Сепии Кстати Открытки Все эти Рабочие Если сюда Вклеить марку Написать Куда Кому Чему Почему Поставить Индекс И отправить Ее адресату Например Поздравить С Новым Годом То открытка Непременно Дойдет Прекрасная Открытка Молодцы Переходим К Жорлику Номер 2 Чемо 3 Наши поезда То же самое Ну что я говорил Вот он Видно Шапка У него Видите Зимняя А здесь Лето Июль Месяц Жара Понимаешь Елки Друзья Да вы посмотрите Что творится У него Вообще Шапка Ушанка У этого Дяденьки В тепловозе Это они Все боятся Простудиться Открываем Журнанчик И смотрите Это содержание Ну понятно Сделаны Чехословакии Золотая машина То есть сначала Про сам тепловоз Потом про его кабину И потом Третья вставка Уже про какой-то вокзал ЧМЭ 3М Вот это то Что изначально Предполагалось Должно бы называться ЧМЭ 4 Вместо ЧМЭ 4 Они видишь Сделали ЧМЭ 3М А потом сразу ЧМЭ 5 Как Windows 8 А потом сразу Дизель Вот они видишь Решили так вот сделать Здесь нас встречает Корпоративное чудо Причем не просто чмуха А с реостатом ЧМЭ 3Т Вот на заднем капоте Тут горб Это уже реостатный тормоз Там тормозные резисторы Тепловоз Оборудован Кодовым бортовым датчиком А зеркало Уже не родное Так вот дружок Сделаны Чехословакии Классно Вот он ЧМЭ 4 В самых различных Минификациях Вплоть до создания Опытного ЧМЭ 5 Первая партия В ДПО Люблино Поступила Ну а здесь мы имеем ЧМЭ 3Т Вот кстати Сразу видно Даже не заглядывая Там на табличку Номерную По окрасу Изначально Завод вот как И окрасил Видите Вот простые чмухи Желтая-красная Желтая полоска А здесь была Одна желтая Но ниже До тех пор Пока появился Корпоративный окрас Издалека Можно было понять Что перед тобой Находится Новые конструктивные Решения А это ЧМЭ 3Э Они имели Много электроники В стоке И у них Была более грамотно Сделана разбивка По оборотам дизеля На разных позициях И вроде как Машины были Более тяговитые При той же мощности Дизеля Вау Вот она Картинка Главная Картинка На максималках Уже Смотрите Здесь вот Минималки Вот они Вот так Поставим ее сюда А здесь уже На максималках Золотая машина Как Линда пела Золотая вата ЧМЭ 3Э Вот правильно Видите Вот такая краска Нету горба И значит Это ЧМЭ 3Э В кабине Часто можно было Встретить Бытовую плитку Да Это было всегда Вот что Я не был в этих кабинах Раньше Постоянно у них У всех плитки стояли А вот кабина Машиниста Радиостанция Транспорт Это вот моя любимая Радиостанция КПД-3 А пульт Тоже заколхожный Смотрите Здесь вот приборы Такие вертикальные У них вот так вот Стрелочка ходила Ну как на ЧС-2 Понимаете На ранних Это вот прибор Показывал Обороты дизеля А этот Нагрузка генератора Киломперметра Это вообще Что-то непонятно И вот что за прибор Кто знает Напряжение Контактной сети Классно Так Ну а здесь уже Про вокзал Рассказывается Павловск 1 Вокзал Это Октябрьская дорога Видишь От Питера 27 километров Вау Царская сельская Ну это первая линия Петербург Царское село А вот смотрите Ребята Что-то новенькое Легендарные грузовики СССР На Мадиме В это новая серия Что-ли выходит Получается Кто на казе Не работал Тот не знает Счастья Вау И вот он спойлер Четвертого номера ЧС-4Т ЧС-4С Вот А боковку Т Скрутили хулиганы Какие-то Просто ЧС-4 А где Т А вот скрутили Прикольно Но тем не менее Четвертый номер Будет вот такой топчик ЧС-4Т Всего Мадиме Планирует 50 выпусков Если с подпиской На журнал То значит Бесплатная доставка И вроде как Рельсы бесплатно Должны быть Тоже по подписке Ну и конечно же Масштаб Масштаб топовый И наши поезда Видите Итак Переходим уже Непосредственно К локомотиву Да и вот еще Подставка под рельсы Вот такая Она одной деталь Отлита Но зато Смотрите У нее есть крепление То есть она будет цепляться Вот в Мадимео написано Ну что ж Переходим непосредственно К обзору тепловоза От Мадимео Закройте глаза Не подглядывайте Не подглядывайте Не подглядывайте Открывайте Тарам Классно Ну что Первое впечатление Первое впечатление Просто топчик Друзья мои Ну это просто топ Давайте рассмотрим Повнимательнее Начнем как обычно С крыши Потом капота И уже ходовку Так Во-первых Вот эти вот лючки Это пескозаправка Здесь песочные бункеры Вертикальные бункеры И как он выполнен Бортик У этот бортик есть Вон петли Смотрите Зажималки Чик он Откидывается Засыпали Здорово Имитация поручня Вот эти поручни Видите Подъемы на крышу Дальше Люк Над компрессором Здесь впереди Находится компрессор С этой стороны Такой лючок Секции холодильника Вертикальные жалюзи Это вот Основной контур Это вспомогательный Контур охлаждения Над ними Переходные мостки И вот сами Здесь жалюзи Тут вентилятор Тоже основного Контура Вспомогательного Поручни Вот такие Смотрите Здесь вот Номерная табличка Декали нет Ребята Да Декали нет Но можно самому Вклеить Дальше Средняя часть Капота Вот это Где находится Дизель Кстати Ребята Здесь вот На самом деле Два люка Один лючок И второй Как раз Для обслуживания Клапанов И так далее То есть Наверное Имеет смысл Здесь сделать Вот такую Проточку Чтобы была Имитация Что это один люк А это уже другой люк Тут пожалуй Немножко Нюанс есть Дальше Люк над генератором Выпускная труба Вон она какая Можно там черненьким И замазать Чтобы было больше Имитация реальности Кабина Над кабиной Два тифона Тифоны кстати На чемухах Очень громкие Свисток такой тихий А тифон Просто Сдувает с дороги Имитацию Вот видите Они тоже Модемио Сделали А в эти лампы Сигнальные Указатели Нахождения Машиниста С одной Или с другой Стороны Раньше Когда эти Тепловозы Проектировали Видимо У них же Два пульта Основной И выносной Пульт И предполагалось Что машинист Здесь может работать И здесь Может быть И вроде Чтобы там Работники Станции Понимали С какой стороны Машинист Видит он Или не видит Вот такие Лампы Тоже показывали Так ладно Крыша Кабины Ну и Задний Капот Здесь Аккумуляторная Батарея Вот этот Лючок Батарей Тоже Вот такой Люк Песочницы Поручни Хорошо Тоже Сымитированы Вот эти Вот хомуты Которые Между собой Соединяют Элементы Крыши Съемные Общая оценка Крыши Почти Пять Вот Только вот здесь Вот такой Нюанс Есть Проточить Вот эту Штучку А так Все аккуратненько И все Грамотно Нет Антенны Ковой диапазона Но это Можно опять-таки Самому Поставить При желании Тепловоз Смотри Кто не в курсе Это тепловоз Капотного Типа Передние Задние Капоты Там где Длинный Капот Там вперед Там где Короткий Капот Там Зад Тепловоз Сразу Можно Обратить Внимание Что это Машина Как раз Двухтысячных Номеров Потому что На дверях Имеются Выше Штамповки Имеются Такие Очень аккуратно Очень аккуратно Выполнены Жалюзи Имитация Ручек Открывания Вот этих Дверей Капотов 20 Здесь Здесь Ручки Вот на секции Холодильников Тоже Основного Контура Воспомогательного Здесь Вот тоже Задний Капот Тут Аппаратная Камера Вон там Всякие Жалюзи Тоже Дешево Открывалки Ручки С торцов Друзья Мы Давайте Торцы Посмотрим Так же Как и на ВЛ60 В первом Выпуске Здесь Классно Что ребята Сомудрились С прожектором И буферными Фонарями Выполнить Их Отдельными Деталями Вот видите Стеклышко Здесь Стоит Стеклышки Стоят На буферных Фонарях Сразу Плюс 80 К внешнему Облику Тепловоза Нифига Себе Смотрите Парни Только сейчас Заметил Вот прожектор Он на самом деле Открывающийся То есть Вот эта Крышка Прожектора Она открывается И Посмотрите Имитация Петли И имитация Кетырех Болтов Которые Его закрывают Ты видишь Даже Как сделали То есть По капотам Да кабина сама Еще не посмотрели Кабину Внутри Сделан пульт Зелененький Такой Пульт машиниста С контроллером Машиниста Угу Имитация Уплотнения Очень аккуратненько Черным сделано На оконных Проемах Вот Под декали Номерного Знака И здесь Вот обличка Обычно Там либо РЖД Либо еще что-то Дворник Тоже реализован Смотрите Немножко Насюда Может видно Дворник Вот он Видно Слушайте-ка Друзья Это одна металлическая Рама-то у нас Это металл Точно Металлическая Рама Офигеть В общем Ребята Это еще Круче Капоты И кабины Пластмассовые Кузов тепловоза А рама Из металла Вот подвесы Сделаны Молодцы Вот один Подвес Второй Это нужно Для того Чтобы тепловоз Кантовать Можно было Автосцепка Тоже имитация Полноценной СА3 Очень качественно Проработана Там по-моему Даже имеется Замок Внутри Виднеется Немножко Вот он Расцепной рычаг Кронштейн Яржавка Имеется Тоже Я бы Расцепной рычаг Покрасил в черный Это на любителя Здесь тоже Он имитация Видите Маятников Болтов Вот этой Центрирующей Балочки Тут ударная Розетка Все сделана Автосцепка Вообще Выше Всяких Похвал Также Очень Очень Классно Модимео Делают Вот эти Концевые Рукава И Концевые Краны Тормозной Питательной Магистрали Вот они Видите Перекрыты Оба Здесь Снизу Даже Лягушки Есть Можно Вот их Покрасить В красный И в синий А впереди Должна Только Тормозная У нас Быть Здесь Вот она Только Тормозная Магистраль Тоже Кран перекрыт И вот так Классно Все Реализовано Также Прикольно Модимео Реализовали Возможность Работы По СМИ Вот эти Поручни Вот эти Два Элемента Они Могут Поворачиваться На 90 градусов Там Болты С гайками Выкручиваются И вставляются С другой стороны И поручни Уже Вот так Устанавливаются Один И второй Площадка Откидывается Ну там Подключаются Жоксы И машинец Когда работает По системе Многих единиц Вот так Вот фига По этой площадке Переходят На второй Тепловоз Некоторые Обзорщики Отмечают Что поручни На этом Тепловозе Слишком Толстые То есть В реале Дескать Они Меньше Диаметром Да Они чуть-чуть Потолще Чуть-чуть Ну во-первых Это не бросается В глаза А во-вторых Если Их Сделать Действительно Строго Копийными То они Будут Наверное Очень Ломкими Но Впрочем Напишите Ваше Скажу Что тележка Вообще 10 из 5 Во-первых Давайте посмотрим Подвешивание Рамы кузова К тележке Вот Консоли Консоли Главные рамы Также Имеются Консоли На тележке Вот Это Подвесные Маятниковые Болты Один Болт Второй Болт Вот они Эти болты Видны И посмотрите Насколько Насколько Качественно Здесь И тонко Все это Проработано Имеются Такие Буртики На консолях Имеются Вот такие Болты Болты Крепления Сами Маятниковые Болты Со всеми Шапочками Тут реализованы Вот эти Ванны Сюда Шаровые Опоры Сюда Смазку Заливали На ТО1 Машинисты Болты Тоже Под наклоном Стоят Потрясающе Вот это Реализовано Настолько Топово Вот они Балансиры Один Второй Третий Балансиры Видны Букса У букса Имеются Вот эти Вот болты Которые Крепят Крышку Буксы Балансиры Вот она Имитация Болтов Сайленд Блоки Резинометаллические Раз Два Три И смотрите Не просто Сайленд Блок Ну то есть У рамы Терешки Имеется Здесь Вот такое Уширение Кронштейна Которым Крепится Балансир Вон Стопорная Планочка Там тоже Болтики Сымитированы Здесь Второй Третий Великолепно Дальше Знать Это витые Пружины Ресторном Подвешении Гидродемферы Посмотрите Ребята Вот гидродемферы Вот Вот гидродемферы А снизу Смотрите А снизу Даже муфты Вот эти Муфты Для регулировки Штаков Тормозных Цилиндров Там даже Колодочки Есть Вон Колодка Вон Колодка Тормозные Колодки Даже Реализованные Крутятся Или колесные Пары Крутятся Смотрите Видите Причем На ней Даже Вон видите Отверстия Есть Как в реале Колесные Пары На чмухах Они Цельнокатанные Но Вот здесь Вот отверстия Для того Чтобы их Тоже Старполить Тормозные Цилиндры Смотрите Вся Это ТРП Как Классно Как Она Тонко Сделана Вот Он Шток Машина Заторможена Кстати Видите Штока 75 125 Миллиметров Выход Штока Друзья Ну Это Просто 10 Из Пяти Сниз Давайте Поглядим Имеется Имитация Кожухов Зубчатой Передачи Вот они КЗП Передача У них Односторонние Прямозубые Поэтому Кожуха Соответственно Тоже Только С одной Стороны Вот Они Приемные Катушки АЛСН Реализованы Тележки Съемные Вот Саморезики Можно Снять Нет Ходовка Просто Вообще Топчик Топливный Багватик Глянем Заодно Ну Что ТБ Как ТБ На 6000 Литров Вот Пробки Ребята Решили Вот так Вот Реализовать В виде Таких Кружочков Имеется Топливомерное Стекло Вот С этой Стороны Сам Баг Кстати На 6000 Литров И внутри Он разделен Еще на 8 Отсеков Чтобы топливо Там не булькало Когда тепловоз Едет Такая Вот Фича По окрасу Вроде бы Как бы Тоже Все 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 Без Нареканий По окрасу Очень Аккуратно Сделано Теперь По геометрии Тепловоза Пропорции Соблюдены И в геометрию Ребята Попали Вот Он Сзади Так Смотрится Нет Все Классно Никаких Нареканий Нет Итак Леди Джентльмены Подведем Итоги Модель Чемухи От Модимиву Как по нам Просто Топчик Ее Исполнение Намного Выше Чем Просто Журнальные Серии И Тем более Ценовой Сегмент В котором Она заявлена Если Руководствоваться Этими Параметрами 10 Из 10 Такое Наше Субъективное Но Искреннее Мнение Безусловный Плюс Выбор Самой Серии Тепловоза Едва Ли не Самый Популярный Среди Маневровых Маневровых На Пространстве 1520 А Также Правильный Масштаб 1 К 87 В общем Спасибо Модимиву Что теперь Есть Возможность Купить Этот Лог За Вменяемые Деньги Скорее Либо уж Они Выпустили ЧС 4Т Следующую Модель Ссылку На сайт Модимиву Мы Оставим В описании Проходите И Знакомьтесь С ассортиментом Можно Заказать На Новый Год И Прочие Праздники Прекрасный Подарок И Конечно Нам Интересно Ваше Мнение По Этому Тепловозу Как Вы Находите Эту Модель Напишите Хоть В Комментах Прям Не Знаю Оценивайте Ролик Лайком Или Дизом Проверьте Подписку На Канал Еще Раз Спасибо За Просмотр Всем Удачи И До Новых Видео